Недельная глава Эмор Интересно, в нашей недельной главе Эмор есть очень много митцвод 63 митцвод И по количеству митцвод Эмор находится на втором месте Самая большая глава по количеству митцвод, как известно, глава Китайцы, и там 74 А в нашей 63, начинается глава прозаконная для Коаним Говорит Коаним, бны Иерон, там Иеронова, Мартолин говорим Когда умерший в своем народе То есть Коаним не имеет права оскверняться по умершему Только родственнику близкому к нему Кому? В иму угави в маме и папе, в ливне и убитой, сыну и дочке, у плохих брату Это самые близкие родственники Вла Хейцей Апсуло Сестре, которая девушка А крова и лапа близко к нему Ашелло и соли ищ Которой не было у мужчины Не было замужем, не имело отношения с мужчиной Ей он должен оскверниться Что он не осквернился Муж, когда умерший в своем народе Что это его оскверняет То есть, если жена такая, на которой Коаним не имел права жениться Дальше будут указаны на каких То он не должен оскверняться к своей умершей жене А так к жене он оскверняется Так мы, как тут упомянуты в Торе Сколько родственников Коаним может и должен стать, оскверняться кто? Семь родственников Папа, мама Сын, дочка Брат, сестра Сестра, которая не замужем И жена В Саумуде Саумуд разбирается История видно Также, что если Коаним идет Пустой дороги И видит умершего еврея О котором некому позаботиться В Саумуде это называется Мет Митсва То Коаним должен Может и должен оскверняться А по другим евреям ему нельзя То есть Коану нельзя идти на кладбище В наше время Для Коана идти в больницу Особенно в Израиле Подавляющее большинство евреев Это большой-большой вопрос В больнице Шар и Цедак Пишут объявление Можно войти к Коану Или нельзя Это тоже вопрос Все ли это Объявление Можно войти Все ли проблемы Это покрывает Но Вообще Мой совет для Коаним И для их семей Добрый совет Чтобы они с нами были здоровы И их Члены семьи были здоровы И чтобы они не должны были идти в больницу Потому что это большой серьезный вопрос Имеют ли они право войти или нет Чтобы они не вырывали волосы в своей голове То есть по умершему Края бороды Чтобы не брили Чтобы не делали надрезы Эти три запрета Относятся к каждому еврею тоже Нельзя вырывать волосы по умершему Нельзя Делать порезы на теле по умершему И нельзя брить Край бороды Но тут это напоминается Про Коаним И там вот разбирает Почему написано в двух местах Про Коаним и про других евреев И да ищи им Ею Что они были святые Перед их Богом То есть еврейский суд Не позволяет им Нарушать их законы Не оскверняли имя их Бога Ки если еще одиной Тому что огненные жертвы Бога Хлеб их Бога То есть хлеб еду их Бога Им окривим они приносят Они должны быть святыми Теперь запрет На ком Коаним не имеет право жениться Еще зона ва халала лу икоху Женщину зона и халала Чтобы они не брали Ви еще грушом и еще лу икоху Женщина разведенная с мужем Что они не брали Кикодышу лу илогов Потому что он не чист Потому что он свят перед Богом Теперь Тут написано Что нельзя жениться Коану На зона И на халала Нельзя жениться на зона И нельзя жениться на халала И что такое зона Тора пишет Что если еврейская женщина Имела отношение с мужчиной За которого ей нельзя выйти замуж Она называется зона А что такое халала? Если Коанин женился на женщине Которой ему нельзя жениться Рожденные девочки Называются халала Ну разведенные это понятно Были замужем И муж дал ей развод Выкидашь ты Освяти его Хлеб твоего Бога Он приносит То есть еду твоего Бога Кодыш и ерох Он будет святым у тебя Ки кодыш они одиноимы Кодыш хэм Потому что святый Бог Который вас освящает То есть с коей они Они имеют особую святость Теперь что значит Он будет свят у тебя Это значит коей они Коанину должно быть Должно быть особое уважение Он тот который Потомок Аарона Который должен служить в храме Уважение Допустим Который первым вызывает кое Говорит бы Берхат Амазон Когда есть вопрос уважения Брать первую порцию Коин Насчет Берхат Амазон Богословение После пищи Уважить кое Делать зиму Делать зиму Написано Что если есть там Итхахан То он раньше А на счет Вызывания Кои То всегда Вызывают первым Коина То есть кое Нужно его Особенно уважать У вас Ишки А дочка Человека Коина Кисехе Улизней Если она Осквернится Заниматься Развратом Она Оскверняет Своего отца Боишь ты Сорыв А днем Будется Жена О чем идет Речь Речь идет Что если Она Уже Она была Замужем И изменила Мужа И ей полагается Смертная казнь Так если Она обычная Еврейка То ей полагается Более легкий вид Смертной казни Через удушение А если Она дочка Коина И она Изменила мужу Будучи замужем То ей полагается Более строгий вид Казни Сожжение Талмуд говорит Что сожжение Означает Что Нагревают Свинец И дают Наливают Ей ложку Свинца То есть Это И это Тоже Называется Сожжение То есть Дают Ей Более Мучительный Витка Она Скверняет Свою Папу Коина Коин Коин Который Который Вышез Своих Братьев Ашо Юцак Коорейши Вылетен На его голову Шемен На мишку Масло Помазание Умир Свинец Напомнили Его Руки Руку Значит Его Назначили Убейш Сабгадым Одевать Одежды То есть Были Первосвященники Которые Мазали Масло Помазание А в конце Первого Храма Когда Спрятали Масло Помазание То чем Первосвященник Становился Первосвященником Ему Одевали Восемь Одежд Голову Он Не Оставляет Заросшей А Одежды Он Не Рвет То есть Каждый Обычный Человек Если У него Мирает Близкий Роценник Он Не Стрижется И Голова Становится Заросшей А Первосвященнику Нельзя Проявить Публичный Траур Тоже Обычный Человек Рвет Одежды По Близкому Родственнику А Первосвященнику Это Запрещено Ко всем Душам Умерших То Он Не Пришел То есть Он Не Склоняется Ни Какому Родственнику Даже Ловив Имя Папе И Маме Ловит Там Что Он Не Склонялся Даже Самые Близкие Родственники Кто Самые Близкие Родственники Папа И Мама Даже Им Ему Нельзя Склоняться Умена Микдаш Яйца Из храма Что Он Не Вышел Милые Халы Не Склонила Из Микдаш Илогов Храм Его Бога Кинейза Кинейза Потому что Корона Шемя Масла Мишха Целогов Помазание Бога Аллах На нем А не Один Я Бог То есть Значит Он не Должен Выйти Из Храма Человеку Который Умер Близкий Женщина В ее Девственности Яков Возьмет То есть Он должен Брать Только Девственницу А Моно Угрошо Вдова Разведенная Вахалала Мы уже говорили Такое Халала Что Если Коин Женился На женщине Запрещенной Для Коина Девочка Родившаяся Становится Халала Оскверненная Зейно Мы тоже Говорили Эти Что Он Не Брал Ким Суга Мя Мов И как Еще Только Девушку От своего Народа Что Он Взял В Жены То есть Первосвященник Ему Запрещено Кроме Запретов Обычного Коина Ему Нельзя Жениться На Вдове И Он Обязан Взять Только Девственницу Но Рихавил Зарей Бе Мов Неск Что Он Не Осквернил Сво Потомство Своем Народе Ки Они Одиной Макатши Потому Что Я Бог Ему Освящаю Сама Эта Глава Приводит Нас К Мысли Что Чем Человек Более Святой Тем Он Должен Вести Себя Выше Вести Себя Более Достойно И Более Отдаляться От Недостойного А Скорняться К умершим Это Что-то Нехорошее В конце Конца Есть В этом Литва Обычно Но Так Коин Коин Который Должен Служить В Храме Он Не Осклоняется Только Ближайшим Родственникам И Не На Каждой Женщине Он Имеет Право Жениться А Первый Священник Коин Гадо Его Ограничение Он Более Святой Он Самый Главный Над Семь Коанин На Него Ограничения Еще Больше И Это Относительно Что Он Не Имеет Право Склоняться Даже К Ближайшим Родственникам И Что Его Ограничения На Ком Он Имеет Право Жениться Более Более Строги Говорит 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 Корону Говорит Говорит Ишмин Зараха Челов Потом, в своем поколении, в котором есть изъян, что он не приблизил, принести хлеб перед Богом. Второй часто выражается еду, еду, трапезу, то есть не приносить жертвы. Он не может служить в храме, потому что каждый человек, которым есть изъян, он не должен приближаться, это не достойно для храма. В храме внутри все должно быть прекрасно. Даже люди, которые служат, должны быть физически обычные люди, не с изъяном, без изъяна. Ищи веер эй фисея, человек слепой или хромой, эй хорум эй соруа. Хорум значит, что носовая перекладина имеется. А хорум, что он как раньше выражается, он может мазать оба глаза одновременно. То есть нет этой перекладины носовой. А соруа, это значит диспропорциональный. Одна рука большая, одна маленькая. Один глаз большой, один маленький. Есть еще диспропорциональность. Голова заметно непропорционально относительно туловища, более большая или более маленькая. И так далее. Эй иш или человека, что евы шевер рогел. Что у человека сломана нога, о шевер йод. Сломана рука. Эй гибэй нэй дак. Что у него брови спускаются вниз и покрывают глаза. Эй дак пленка. Эй твалу бэй нэй дак. Есть что-то еще, что у него в глазу, как, входит, как ниточка и проходит в глазу. Эй горовый эй алэфес. Это такие виды на рыбов. Эй мэры охоших. Еще виды изъянов. Коу иш. Каждый человек аша бэй мум. Которым есть изъян. Мизера аарон акоин. И потомство аарона акоина. Гэй га. Что он не приближался. Гэй а криф принести. Огненное жертвое Бога. Мум бэй. Изъян в нем. Из рэхэ мэрох. Еду его Бога. Гэй га шла криф. Что он не приближался приносить. То есть строгно объясняет причину. Это некрасиво, недостойно. Чтобы человек, у которого есть изъян, служил в храме. С другой стороны. Гэй хэ мэрох. Еду его Бога. Мико чея кодошим. А святая святых. Умин а кодошим и а святых. Ехал, чтоб он ел. То есть. Он, как говорят. Ест, но не работает. Часть жертвам получает, как все корани. Но служить он не должен. Получает долю, но не служит. Ахала порыхес. Только занавески. Гэй обычно он не пришел. Он сказал, что он не приближался к ему. Потому что у него есть изъян. Гэй халый лас миг дошай. Что он не осквернил мои святыни. Кие они одиною бы ко чём. Потому что я Бог освящаю их. Гэй обе мэй шея. Гарим боно бео кобне Исрою. Говорил это Маше. К Арону и его сыновьям. Ко всем и ко всем сынам Израиля. Дальше. Тора нам говорит о законах. Коаним, чтобы они не осквернялись. И что если они осквернились. Они не имеют права есть трума и части от жертв. Что такое трума? Трума это часть, которая отделяет от плодов земли. И передают это коане. И коэн имеет право это есть только когда он тагор, ритуально чистый. А если он не чистый, он не имеет права это есть. И то же самое коэну не имеет права есть части от жертв. Если коэн, будучи тамэй не чистым, будет есть части жертв, то ему полагается очень строгое наказание карет. Душа отрезается от своего народа. Или если он в чем-то другом, если он не чистый. И Тора упоминает разные случаи, от чего коэн не чистый. А если он, скажем, стал не чистым. Допустим, дотронулся до мертвой мышки. Интересно. Вы знаете, что делает человека не чистым? Ну, умерший человек, умерший еврей, делает не чистым. Ну и кроме того, умершая мышка есть 8 видов мелких животных, шрацын, которые, когда они умерли, человек дотронулся до него, он стал не чистым. Любопытно, что ничего живое не имеет на себе нечистоту. Кроме, скажите, кроме кого? Кроме человека. Только человек может стать нечистым, будучи живым. А все остальные становятся нечистыми только, когда они умерли. А тот, кто стал нечистым, как он очищается? Он должен окунуться в микве. И потом он становится чистым. А когда он становится полностью чистым? Когда выходят звезды? То есть так, он окунается, он должен окунуться перед заходом солнца. А полностью чистым он становится после выхода звезд. Почему? Очень просто. На втором пишется, что зайдет солнце. И это вопрос, что значит зайдет солнце? Промежуток между заходом солнца и выходом звезд? Это называется бейнаш-машон. И у нас сомнения приводит Талмуд. К какому дню это время относится? К прошлому дню или к следующему? Поэтому в шаббат мы принимаем субботу определенно до захода солнца. А чтобы определенно не входили в субботу, а не делаем запрещенные действия. А в субботу мы ждем до выхода звезд. Потому что время от захода солнца до выхода звезд, оно сомнительное, к какому дню оно относится. Все относится к прошлому дню. Весь промежуток относится к следующему дню. Или часть относится к прошлому, часть к следующему. Но надо знать, что в шаббат есть еще закон, очень важный. Что надо прибавить к субботе то сефер шаббат, прибавка. Надо прибавить к субботе время, когда еще точно не суббота. И перестать делать работу определенное время до субботы. Какое время? Обычаи разные. Вне земли Израиля во многих местах, таблицах пишут 18 минут до захода солнца. В Израиле, в Иерусалиме принято 40 минут перед заходом солнца. В Песах-Тихве тоже 40. Есть в Хайфе, по-моему, 30 минут до захода солнца. В районе Тель-Авива-Бнееврока, я не знаю сколько, 22-23 минуты перед заходом солнца. Интересно, Мишна Бруля пишет, что кто-то перестает делать работу за полчаса или хотя бы за треть часа до захода солнца, он много выигрывает. Что он выходит по многим мнениям. Теперь так, а насчет окунания. Насчет окунания. Как человек, который был нечистым, окунуться, чтобы он стал чистым? Так он должен окунуться до захода солнца, а он становится чистым после выхода звезд. Дальше Тора нам говорит, кто имеет право есть труба, отделение от плодов. Имеет право есть коин, его жена, его сыновья и дочери. А кто-то другой не имеет права есть труба. И это называется зор чужой. Каждый, никакой зор чужой не имеет права есть святой. Только если он покупает душу, когда-то были рабы, так он покупал. Но кроме того в это входит также жена, он ее приобрел. Так она имеет право есть труба. А если дочка Коэна выйдет за другого человека, то есть за Оливии или за Исроева, не за Коэна, так она не имеет права есть труба. А вот если она разойдется с Коэном, прошу прощения, если она разойдется с этим мужем, который не Коэн, и у нее нет детей, тогда она возвращается обратно в дом отца и имеет право есть труба. А если человек ел святое, то есть труба, по ошибке, так он должен прибавить к нему пятую часть и дать Коэну это святое. Что значит прибавить в пятую часть и что он должен дать? Предположим, человек, тут мы смотрим по размеру, по количеству плодов. Человек ел виноград, который был труба, и он ел пол литра, он должен купить виноград, литр с четвертью, литр двести пятьдесят, который не труба, обычные плоды, передать это Коэну, это становится труба. И человек, который отделяет труба, не имеет права осквернить святыни, не имеет права их есть. И это, если они так будут делать, это будет у них грех. Дальше идет глава, давайте почитаем эту главу. Дальше идет глава. Дальше идет глава. Дальше идет глава. Григорий Илья, я говорю, что был в голове живан, томим полноценный, то есть полноценный, без изъяна. Зохор — самец, бабокор — из быков, баксовим — из баранов, у выезим — из кос. То есть жертва ола должна быть что? Полноценной, без изъяна и самец. А у кого? У быков, у баранов и у козлов. А вот, например, если кто приносит жертву от птиц, там не важно, самец или самка, и не обязательно без изъяна. Можно принести даже с изъяном жертву птиц, но если не хватает какая-то часть, скажем, одна из фалангов пальцев у птицы, это нельзя приносить. Как геморральцы называют, не хватает какой-то части. Все, что есть изъян в нем, не приносите. Не будет желанного. Это мы говорили пока про жертву всесажения. То же самое, вы из человека якорь, он принесет зево шломи младиной, жертву, мирную жертву перед Богом. Вы знаете разницу между недар и недава? Недар это на меня, я обязан принести. А недава, вот это будет жертвой. Разница очень простая. Если человек сказал так, я принесу барашка в жертву. Потом он выбрал барашка, и пока он собирался его приносить, он пропал. Он обязан принести нового барашка. Он обязался, это я обязан. Я принял обязательство. А что такое недава? Недава, этот человек взял барашка и сказал, вот этот барашек станет жертвой. Если барашек, скажем, пропал, он ничего не обязан. Он сказал, что этот барашек станет жертвой. Это называется Недава. Бабакар ов ацейн, среди быков или среди овецкоз, то мимье должен быть полноценным городом для желания. Коумум лье бей, что никакого изъяна не было в нем. У жертвы, что мимо мирной жертвы, не обязательно приносить самца. Изъяна не должно быть. Но не обязательно самец, может быть и самка. В первом приводе тут какие изъяны? Примеров. Аверет. Слепота. И шовр или сломана. И хорут. Или есть трещина, порез. И абелес. Бородавка. И горовые лефис. Такие виды нарывов. Не приносите это перед Богом. Вы ищете жертвы. И огненную жертву вы ищете. Но мы им не давайте от них. А нам избегать на жертву. Они родиной перед Богом. Соруа. Соруа, как мы уже переводили, не диспрофессиональный. А одна рука большая, другая. Одна рапа большая, другая малая, короткая. Одна длинная, другая короткая. И так далее. Вообще-то тут упоминается и изъяны у кланин, и изъяны у жертв. Упоминается только несколько. А в действительности, количество изъянов, примеры изъянов в Талмуд приводят больше. Талмуд в хорут разбирает подробно вопрос изъянов. Общее определение такое, что если есть какой-то изъян, который видно внешне, то этому. Так на добра таза, если может сделать его на дава, что тут имеется в виду на дава, может принести его на имущество храма дать? Это просто, так сказать, денежный подарок имуществу храма. Это можно. Но не наш уныльдар, на обед, ваи родцы не будет приняты. Это изъяны в деторождающих органах. Но и не приносите Богу. В Арцхе, в вашей стране, рысасу не делайте. То есть нельзя кастрировать животное. Но это не только в Израиле. Это в любом месте земного шара нельзя кастрировать животное. То есть не евреи, они могут принести жертву в храм, но с изъяном не имеете права приносить и от них тоже. Испорченность в них, изъян в них, не будет принята для вас. То есть вы не имеете права приносить жертву с изъяном. Мы дабы родиной у Мишели. Мы, как Бог Миша говоря, шора хазовейские воли, бык или баран или козел родиться, мы еще восъемим тахас имей. Будет все мне под мамой. У меня има шминевого. А с восьмого дня и дальше, Ероце будет принято лыкобан и ще родиной. На жертву, огненной жертву перед Богом. То есть первый сей только с восьмого дня можно приносить в жертву. А до этого пусть остается с мамой. То есть нельзя его приносить в жертву. То есть нельзя его приносить в жертву. Ве шор и се, бык или овца, коза, и сей везбны, его и сына, Ры се шхату бьем охот. Не режьте в один день. То есть нельзя резать животное с его мамой в один день. Что такое день? День как День Патория. День Патория от вечера до вечера. Когда будете резать жертву благодарности Богу, Приносите так, что было вам желано. Как должно быть? Ва ей Мау и Йохову. В этот день, что было принято? Съедено. Ресесируем именно от бейки. А не оставляйтесь от него до утра. То есть можно есть днем, и можно есть вечером. А до утра нельзя оставлять. Они одино, ябок. Ябок. Ябок, который освещаю вас. Тут есть важная заповедь. Что значит не осклоняйте мое святое имя, и я буду освящен Святой Сыновой Израиля. Что значит не осклоняйтесь, что значит я был освящен. Так есть тут несколько сторон этой заповеди. Первая сторона такая, что если придет насильник, допустим какой-то властелин, царь, граф, и будет заставлять евреев служить идолам, так надо быть готовым отдать жизнь, но это не нарушить. В общем, есть три закона, закона, которые еврей должен отдать жизнь и не нарушить. Так то, кто это выполняет, он освящает имя Бога. А то, кто это нарушает, под угрозой смерти нарушает, то он освящает имя Бога. Какие-то три запрета. Первое это идолбоконство, разврат. Что такое разврат? То, что Тора называет развратом. И проливание крови. Эти три заповеди нельзя нарушать ни в каких случаях. Даже в случае угрозы для жизни. Все другие заповеди. В случае угрозы для жизни евреи отодвигаются. Нарушение субботы, нарушение Йом-Кипура, некошерная еда. Все это отодвигается в случае опасности для жизни. А эти три нарушения, они настолько страшны, что даже в случае угрозы для жизни нельзя их нарушать. Я бы выразился, что они настолько страшные и строгие, что их нарушить жизнь теряет смысл. Ну, идолбоконство, я думаю, это понятно, что разврат. Один из простых примеров. Замужняя женщина. Родственницы, которые упомянуты две головы назад. Интересно, как раз вот в это время между Песохом и Суккот были страшные события крестовых походов. Я не знаю, все ли о них читали, но, как известно, крестоносцы шли святые места земли Израиля, чтобы вести войну с неверными мусульманами и освободить их от них, святые места земли Израиля. Кто-то из них сказал, мы воюем с неверными где-то на Ближнем Востоке, а ведь есть среди нас неверные, евреи. Так они врывались в еврейские кварталы, Вермайзе, Магенце и другие, в Германии, и обращались к евреям или вы креститесь, или смертная казнь. И погибли много-много евреев. Известно, что из-за этого был составлен неизвестным автором особая молитва об Арахме, которую мы читаем перед Мусовым. Там говорится, чтобы милостивый Отец вспомнил тех, которые отдали свою душу на освящение имени Бога. Как раз это было во время между Песохом и Шуботом. Приводятся даты, в каких городах, где что. Евреи Германии выполнили эту заповедь, отдали жизнь, но не изменили веру в единого Бога. А у евреев это было во время средневековья, это было часто. Это было еще во время греков, в эпоху Хасманеев, в эпоху римлян. И в средневековье это было часто. И многие-многие евреи отдали свою жизнь, чтобы не креститься. Бывало иногда даже такая ситуация. Евреи в чем-то обвиняли, не знаю, иногда верно, иногда что-то выдумано. Ему говорили, послушай, если ты крестишься, мы тебя, не знаю, оставляем живым, освобождаем. Интересно, что были многие евреи простые, а некоторые воры, которые говорят, я таки вор, но изменить вере, евреи, то я не готов. Известная история про одного, он называет Йоске Ганев. На его могиле написали Йоске Ганев кодеш, двор святой. Что было? Его, как говорят, профессиям было воровать. И один раз такая группа пошла воровать, их поймали. Остальные разбежали, его поймали. И ему предложили, если он крестится, то его освобождают. Он говорит, я вор, я то, но это нет. Его мучили, но он говорит, это он не богатый. И так он погиб на Кедушаше. Когда евреи это делают, он освящает имя Бога. А если он не выдерживает испытания, он оскверняет имя Бога. Рамбом пишет, что вторая сторона освящения имени Бога или, наоборот, осквернение. Если человек отдаляется от нарушения только во имя Бога. Без никаких побочных расчетов, ни из-за почета, ни из-за чего другого, это освящение имени Бога. И наоборот, тот, кто нарушает что-то, без того, чтобы его что-то давило, кроме самого нарушения, это осквернение имени Бога. Третья сторона освящения имени Бога или осквернение его имени, это есть евреи, достойные евреи, которые соблюдают Тору, знаток Торы. И он делает что-то, что люди на него смотрят с критикой. Даже если нет такого большого, такого серьезного нарушения, но само то, что из-за его поведения люди смотрят нехорошо на изучение Торы и соблюдение заповедей, то это осквернение имени Бога. А если наоборот, он ведет себя достойно, и все его поведение красиво и достойно, и он изучает Тору, тогда он освящает имя Бога. Толмуд в трактате Юма об этом подробно говорит. Выражение в Толмуде такое, когда человек учит Тору, изучает Тору, учится у учителей, и его разговор с людьми деликатен и спокоен. Его поведение в бизнесе тоже честное. Что люди говорят про такого человека? Как хорошо это человеку, что он учил Тору, как хорошо его папе, что его сын учил Тору, как хорошо учитель. И этим он освящает имя Бога. А наоборот. И человек изучает Тору. И ведет себя некрасиво, недостойно. Не говорит деликатно с людьми. В бизнесе даже он не вор, но он ведет себя так, что люди смотрят на него очень косо. Вы знаете, что есть воровство, а есть что-то недостойно в бизнесе. Так это осквернение имени Бога. А если наоборот человек ведет себя достойно, то он освящает имя Бога. Интересно, в законах, в Талмуде Юма, там где разбирается этот вопрос, там в Талмуде видно, что осквернение имени Бога смотрит на это на небесах очень строго. Талмуд там разбирает уровни нарушений. Первый уровень человек нарушает то, что человек должен делать и не делать. Допустим, мужчина должен одевать, еврейский мужчина должен одевать филин, каждый день он не одевал, допустим. Должен читать шма, не читал. Так это прощается, что человек принимает на себя с этого момента это делать. Если человек нарушает запреты Торы более строго, человек нарушает запреты, за которые полагается карет, карет, отрезание души от источника или смертная казнь, еще более строго. А что самое строгое, как говорит Тому в прощении Бога? Самое строгое, говорит Гемора, это осквернение имени Бога. То есть мы видим, насколько к этому, из Геморы, насколько к этому, насколько это важно. Есть осквернение имени Бога, который так смотрит на это строго. Это о священии имени Бога. Это очень большая заслуга. Я читаю дальше. Амутсия схем, который вывел вас в меры с Митраем, из земли египетской. И Иисус хемрил им быть вам Богом, а не я один, я Бог. Дальше Тора пишет тут о праздниках Бога. И очень интересно, что Тора начинает перечисление праздников в субботу. Иисус хемрил имени Бога. Это мои праздники. Так самое первое, что в жизни будет сделана работа. Это суббота перед Богом во всех ваших поселениях. Это самый первый и наиболее важный праздник. Это праздники Бога названы святыми. Назовете их в свое время. В первом месяце в Абболосу Ахейдеш, 14-го дня месяца, Бену Арбоем, между вечерами, Песах Азиной и Песах перед Богом. Принесение пасхальной жертвы. Пятнадцатый день этого месяца. Праздник Мацот перед Богом. Семь дней идите Мацот. Бои Мауриши Миклокедиш, первый день святой. Никакой работы не делайте. Это вы знаете, что в субботу не запрещена любая работа. А в праздник запрещена вся работа, кроме работы, связанной с приготовлением пищи. Рамбан, интересно, он объясняет выражение Мреха Тавода, это всякая работа, кроме работы, связанной с приготовлением пищи. Он говорит, это не Мреха Тавода, это работа, как говорится, для удовольствия. В субботу запрещена любая работа, а в праздник работа, которая считается, человек чувствует как работа. А работа, связанная с приготовлением еды, это работа для удовольствия. Вы, гравцем, еще один, принесете жертву Бога, Шиба Сьемы, семь дней. Понимаешь, вы на седьмой день микрокедиш. Нас на святым. Никакой работы не делайте. А дальше указывается, что на второй день праздника Песах, так на, чтобы вы взяли, придете в страну и будете жинать жатву, принесете сноб первой жатвы к Коину. Жатвы от чего? От зерна. От какого? Так, оказывается, от ячменя. Второй день Песаха мы приносим жертву и сноба ячменя. А затем мы считаем, с завтрашнего дня, дня отдыха, это приносит сноб на завтра после первого дня Песаха. Первый день Песаха уже день отдыха, на завтра после дня отдыха. С этого дня начинают счет умера. И считают семь недель. Теперь, в книге Хинух объясняет это счет очень интересно. Между прочим, мы сейчас как раз находимся в этой заповеди, мы считаем сейчас умер, с дня умера. В книге Хинух объясняет это очень интересно. Он говорит так. Мы считаем, духовный смысл этого счета, это считать от выхода из Египта до дарования дуры. Есть такой метраж, что царь посетил тюрьмы, и один арестованный ему очень понравился. Он говорит, знаешь что, я тебя выпускаю из тюрьмы сразу, а через семь недель я хочу, чтобы сыграть свадьбу между моей дочерью и тобой. То есть, вывезти из Египта, Бог вывел в Песах. А дарование торы в праздник Шабаот. Так считаю, семь недель. Я буду читать так. Вот с фарте мокэм, считайте ми мокраса шабос. А завтрашнего дня, завтра после дня отдыха, ми им авиакам, дня, что вы приносите с имя Ратнуфа. Сноприношение шабоса семь недель, две месяца яна, должно быть полноценное. Адмимоха раздот завтра шабоса швей, седьмую неделю. Тиспру считайте хамешем ем пятьдесят дней. Вейкрафтам принесете минхо хадошо ладиной, мучную жертву новую перед Богом. Значит новую. Из нового урожая. Из урожая нового года. До этого в храме не приносили из урожая нового года. Интересно. Вот это цноп, да, принесли из урожая нового года, но это цноп принесли из ячменя. А после этого приносят из пшеницы. Из ваших поселений вы принесете хлебоприношение, штайм два, шнеястреню, два мероприношения, сырастиену, будет крупчатка, что они были, хамейц триофену, были хамейц, именно хамейц, бикурим родиной первинки перед Богом. Так интересно. Это в шабаот они должны были принести первую жертву в храме из пшеницы два хлеба. А как мы уже говорили, в Песах из чего приносят? Из ячменя. И как в книге Хинух объясняет, счет, который мы ведем между Песах и Мешаваот, это счет подготовки к дарованию Торы. То есть готовится духовно к получению Торы. Очень символически. Жертву, которую приносит первый день, и от которого начинают считать, сноб. Из чего был сноб? Ячменя. Из ячменя. А два хлеба, которые приносят в живот, из чего? Из пшеницы. Кто ест ячмень? Обычно животные. А пшеницу едят люди. Другими словами, мы должны подняться и расти от животного уровня к человеческому уровню. То есть мы должны духовно расти. В чем? В первую очередь в моральных качествах. И поэтому не случайно, в еврейском народе есть обычай, эти недели, а многие учат и все лето, учить перкеавод. Перкеавод учит нас достойному поведению, как надо себя вести. И вот эта неделя написана Дера Херес Кадмага Тора. Правила поведения еще раньше, чем Тора. Кадмага Тора нужно улучшить наши душевные качества. По Габале приводится соответствие качествам. Первая неделя это Хэса Добро, вторая Гвура, третья это Ферет и так далее. То есть мы должны работать над нашими душевными качествами. И это как раз время в этой неделе особенно над этим работать. А перкеавод учит нас, как человек должен достойно себя вести во всех отношениях. И поэтому мы учим перкеавод и не просто читаем, а учим как мы должны себя вести. Чтобы мы пришли достойными к дарованию Торы. Чтобы мы были достойны получить Тора. Дальше в нашей главе говорится о следующих праздниках. Праздник Шубаот, про Рошашана, про Йом-Кипур, про Суккот. Про все праздники говорится в нашей главе. В нашей главе также говорится о Митвесу. Сидеть в Сукке семь дней. Сидеть значит проживать. Затем в Суккот. Брать четыре особых вида. Возносить их перед Богом. Это основное содержание нашей главы. Есть еще заповеди, которые мы просто не успели охватить. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.